Всем привет! Это Аудиомания. В этом видео мы расскажем, как выбрать сетевой проигрыватель для хай-фай-системы. Если вы выбираете сетевой проигрыватель для прослушивания собственной фонотеки, хранящейся на компьютере, жестком диске или домашнем сервере, особое внимание необходимо уделить совместимости форматов. Файлы mp3, а также FLAC и WAV с CD-качеством воспроизводят практически все проигрыватели. Но если ваши компакт-диски сохранены в виде образов, а не отдельных файлов, или вы используете менее популярные кодеки вроде Ape или WAVPAC, это может стать проблемой для некоторых сетевых проигрывателей. Кроме того, далеко не все модели справляются с файлами, имеющими разрешение выше чем 24 бит на 192 кГц. Особенно внимательными нужно быть обладателем фонотеки в формате DSD. Воспроизвести ее без потери качества можно только в том случае, если сетевой плеер имеет нативную поддержку данного формата. Любителям слушать музыку онлайн тоже необходимо быть предельно внимательными при выборе. Счастливым обладателем аккаунта Tidal нужно обратить внимание, поддерживает ли сетевой плеер формат MQA. А пользователям Deezer стоит проверить, совместимы ли устройства с подпиской Deezer Hi-Fi. И если необходимых возможностей вы не обнаружите в текущей версии прошивки, не стоит надеяться на обновление. Желаемые функции могут так и не появиться. Сетевые проигрыватели, обеспечивающие базовый уровень качества, могут иметь внешность совершенно далекую от канонов Hi-Fi. Но если вы хотите объединить стереосистему и мультирум, подходящее решение, скорее всего, будет выглядеть именно так. Сетевые проигрыватели классического форм-фактора имеют свои плюсы. Устройства со встроенным цифроаналоговым преобразователем могут иметь дополнительные входы и регулятор громкости, выступая тем самым в роли предварительного усилителя. Существуют сетевые плееры, несущие на борту и усилитель мощности. Таким образом, есть шанс существенно упростить конфигурацию стереосистемы. В качестве бонуса можно получить также CD-привод, встроенный жесткий диск для хранения фонотеки, модуль Bluetooth с хай-файными кодеками, поддержку AirPlay и даже совместимость с экосистемой Room, о которой мы рассказывали в одном из наших видео. Таким образом, сетевой плеер можно подобрать под любую конфигурацию системы и совершенно различные потребности. Устройства, принадлежащие к высшей лиге, заслуживают особого внимания. Среди них можно встретить не только сетевые проигрыватели, но и сетевые транспорты, для работы которых требуется внешний цифроаналоговый преобразователь. Он может подключаться с помощью USB, HDMI или SPDIF с использованием внешнего тактового генератора. В этом случае подбирать компоненты нужно особенно тщательно, поскольку проигрыватель фактически будет состоять из двух или даже трех устройств. Послушать сетевые проигрыватели разных типов вы можете в салонах и шоурумах аудиомании. А выбрать подходящую модель удобно на сайте или воспользовавшись услугой консультантов по телефону. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.